Давайте посмотрим, как из одного вида декоративной строчки мы сделаем несколько декоративных строчек. Я бы сказала, что даже больше 10. Секрет в том, что мы меняем плотность и расстояние между строчками. Для образца я взяла ткань бязь, это хлопок. Проложила прямую строчку и разутюжила. На своей машинке я выбрала строчку номер 10. Справа вращаю нижнее колесо до появления цифры 10. Правое колесико – это выбор длины стежка, устанавливаю 0,5. На среднее колесико устанавливаем 3, это ширина строчки. Прокладываем строчкам и смотрим результат. Выставляю следующие настройки 0,5, 5. Смотрите, как уже видна разница. Мы поменяли ширину строчки, это среднее колесико было. Сделаю еще один образец, установлю на среднее колесико семерку. Также оставляю 0,5 и ставлю 7. То есть на нашем образце правое колесико всегда было длиной стежка 0,5. А мы меняли только ширину строчки. Давайте еще поэкспериментируем. Длину стежка правое колесо ставлю на единицу. Среднее колесико на 3. Отшиваю образец. Вот такой интересный образец у нас получился. Мы увеличили длину стежка, следовательно, все расплылось. Вот сравните верхний и нижний. Следующие настройки единица и пятерка. Получается, у нас было 3, мы сейчас увеличили на 5. Мы увеличили ширину строчки. Ну, соответственно, мы и видим результат. Сейчас мы поставим еще на семерку, и вы увидите, что строчка стала еще шире. В данном видео я хотела вам показать, что правое колесико отвечает за густоту строчки, говоря простым языком, но на самом деле это длина стежка. А среднее колесико отвечает за ширину рисунка, ширину строчки. Декоративные строчки любят плотные ткани. Если ваша ткань не имеет таких свойств, рекомендуется проклеить или подложить еще один слой ткани, а то и два. Существует много видов клеевых. Флизелин, дублерин, трикотажный дублерин. Вы выбираете по типу своей ткани. Или добавить слой из такой же ткани, а может быть даже и два. Зависит от типа ткани. На видео сейчас я шью образец из трех слоев бязи. И мы сейчас посмотрим, как будет выглядеть строчка по сравнению с образцом два слоя ткани. Конечно же строчка на более плотной ткани смотрится более качественно и добротно. Обратите внимание, здесь те же самые настройки, но как смотрится строчка по-разному. Совершенно по-разному. Даже цвет ниток и цвет ткани очень влияет на рисунок. Всегда нужно пробовать, экспериментировать, и вы получите хорошие результаты. А я вдохновившись своими классными строчками, пойду сошью себе какое-нибудь клевое изделие. Продолжение следует...